С мая на 5% повышаются все виды трудовых пенсий по возрасту за выслугу лет по инвалидности по случаю потери кормильца. В среднем для тех, кто вышел на заслуженный отдых, сумма 705 рублей, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. Всего же на выплаты из бюджета направят полтора миллиарда рублей. Изменения коснутся свыше двух миллионов человек. В стране в седьмой раз с начала года снизились цены на автомобильное топливо. 92-й обойдется в 2,29 рубля, 95-й и дизель в 2,39 рубля, 98-й в 2,61 рубля. Последнее подорожание было в конце июня еще в 2022-м. Затем долгое время стоимость оставалась неизменной, а с 6 апреля 2023-го взят курс на еженедельное удешевление. В стране создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения всех этапов вступительной кампании, включая централизованный экзамен. Указ подписал глава государства. Меры позволят оперативно отреагировать в случаях нарушения законодательства. К слову, регистрация на ЦЕ продолжится до 20 апреля включительно. В Беларуси вводятся новые правила работы аптек. Теперь открыть фармацевтическую точку можно только в случае, если в радиусе 500 метров нет подобных учреждений, исключение торговые центры. К тому же с июня препараты по рецепту больше не будут продавать в аптеках пятой категории. В основном это коснется частных структур. Городской парк культуры и отдыха в субботу откроет новый сезон. С 11 часов начнут работать аттракционы – летающая тарелка, калипсо, сальто, веселые горки. Ценовой диапазон от 2,5 до 4 рублей. На центральной аллеи – выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства. Также в программе концерт и танцевальное шоу.